Всем привет! Ребята, представляете, я только что погуляла с собаками, прихожу домой, а дома меня ждёт Кирюшка! Я в шоке, я даже не знала, во сколько она приезжает, потому что я ей написала смс, куда я говорю, когда вы прибываете, и они решили сделать мне сюрприз, вернее, Кирюшка решила сделать мне сюрприз. Но она, конечно, сейчас находится в своём кабинете, потому что она приехала безумно-безумно чёрная, и если кто видел в сторисах у неё, то какие у неё были кроссовки! Это что-то, сейчас я вам их покажу, они, конечно, уже наполовину отмыты, но всё равно это... их, наверное, я не знаю, даже стиральная машина не возьмёт. Вот это шикарная обувь Киры, её белые кроссовочки, вот только посмотрите, что с ними. Сейчас, в общем, надо закинуть их в стирку и привести в божеский вид, если, конечно, получится что-то из них сделать. Да, Снежок, ты рад видеть Кирюшку? Ты, Руси, скажи, а я хочу тоже Киру увидеть, но она в ванне. Да? Да, она в ванночке. У меня есть на завтрак, знаете что? У меня на завтрак есть чуть-чуть пиццы, которую я вчера ела, и также надо попить воды, потому что я безумно хочу пить. А ещё надо сделать себе пельёчек, если бы с утра купила кофе, так как у меня кофе не было. И Кира привезла чуть-чуть черники с Карпат, настоящие карпатские черники. А вот и мой родной ребёночек, который наконец-то вернулся. Ну, рассказывай, как твои дела? Как ты там отдохнула? Это всё, что ты можешь рассказать? Да. Ну, я иду, расскажи поподробнее. Канатная дорога понравилась? Угу. А на каких машинах вы катались? А кто был за рулём? Какой-то дядюшка. Дядюшка? Ну, прикольно. По горам. Ту-ту-ту-ту-ту-та. Да? Я просто... Ну, там мы наверх собирались. Ну, на самый верх. А, ну, нас подвезли. Ага. Там у всех горы в черники. Вот это же я видела, что ты черничку привезла. Нет, у тебя фотки я сюда скинула. Это я попросила у мальчиков в эту штучку, знаете, специально. А, специально, чтобы чернику собирать? Ина собирала? Круто. А можно я покушаю? Я из неё буду вино делать. Она будет из черники делать вино. Она просто уже портится. Ну, ладно. Ну, я всё равно хочу. А, да, она уже такая... Немножко, ну, ладно. Я не делала, поэтому я ещё хочу взять компот. Ясно. Что ещё было интересного? Кого видела? Видела? Тучи видела, небо видела, горы видела. Ну, ты даже загорела. Я загорела. Я просто спала. Я устала и спала одной в горах. В горах спала? Круто. Ну, ладно. Ну, тебе понравилась прогулка? Хотела бы ещё так поехать? Всё? Одного раза достаточно? Короче, на море одного раза достаточно. В горы одного раза достаточно. Теперь куда? Теперь Кира уже хочет гулять. Представляете, всё. Она уже гулять. У неё уже... Она только приехала, сразу же куча звонков, куча смсок. В общем, всё. Куча встреч. Кира завтракает. Я сейчас тоже скушаю кусочек. Я купила подружку. Почти, чтобы запила. Угу. Пить и Хеллоу Китти. А Хеллоу Китти какой? Игрушку именно? А где ты её сейчас найдёшь, эту игрушку Хеллоу Китти? Не знаю. А с кем ты пойдёшь? А с кем ты пойдёшь? Сама, что ли? А с кем? С Лизаной. А, то есть ты пойдёшь с подружкой покупать подружки. Ясно, ясно. Ну, хорошо. Тогда Кира уходит покупать Хеллоу Китти. Я буду кушать пиццу. И встретимся с вами уже чуть-чуть попозже. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что, Кира уже убежала. Да, у неё куча дел. Её целые два дня, грубо говоря. Ну да, если так посчитать, то целиком два дня. В общем, целые два дня не было дома. И она только прибежала, сразу же помылась, привела себя в порядок. И уже убежала к подружке, потому что там одна приехала, вторая её ждала, третья за ней скучала. Ну, как всегда, дел вот так, больше, чем у меня. А я постирала Киры на кроссовке. Вроде бы отстирались. По крайней мере, стали они вот такие вот. Но отстирались, да, всё хорошо. То есть пришли в норму. Конечно же, не такие идеальные, как были когда-то, но нормально. Ходить можно. И уже даже почти высохли. Они тут на солнышке у меня стоят. Да, уже реально почти высохли. Ну, кроссовки эти хорошие тем, что они реально летние, и тут практически ничего нет. То есть здесь только кожа, здесь сетка. И сетка, кстати... А, нет, сетка не кожаная. Или кожаная? Нет, сеточка не кожаная. И они буквально высыхают за один день. Так что уже почти готовы. Вот, погода у нас сегодня тоже солнечная. Классная. Кира вроде бы пошла куда-то на пляж. Ну, тут типа на озеро. Ты, Руська, здесь у меня отдыхает, да, девочка? Уставшая, уставшая. А я досматриваю свой сериал Демоны да Винчи. Очень интересная, интересная история и интересная задумка. И, ну, просто действительно очень интересный сериал. Но его нужно реально смотреть. Потому что если ты что-то пропустил, то ты потом уже пропускаешь всё самое интересное. То есть это не сериал, который можно послушать. Тут нужно смотреть, вникать, понимать. Потому что здесь всё взаимосвязано. Просто каждая серия, каждое слово, каждый сюжет и каждый моментик. Я сейчас досмотрю... По-моему, это восьмая серия у меня второго сезона, если я не ошибаюсь. В общем, я сейчас всё досмотрю да пойду готовить обед. А, уже девятая серия. Пойду приготовлю обед, потому что к обеду должна Кира прийти. Вот, знаете, рано начала вставать. И не знаю, чем всё полдня занять. Раньше... Ну как, раньше я вставала рано, ждала, пока там Кира проснётся, занималась какими-то делами. А сейчас стою вообще рано-рано. Выхожу с собакой гулять. Прихожу домой, уже всё сделала. А делать больше нечего. Я смотрю, у меня что-то кровать отодвинута от стены, криво-косо стоит. Опа, вот так вот лучше. А то что-то она вообще очень далеко. Так, ладно. Досматриваю я сериал. Что-то я опять куда-то пошла. Досматриваю я сериал, иду готовить обед, потому что Кирюха к часу, к двум должна прийти домой покушать. И чернику, кстати, она мне не дала кушать и говорит, мама, я из неё буду делать вино. Что только не придумает. В общем, эти лайфхаки, которые нас смотрятся в ТикТоке, потом это всё дома начинает воспроизводить. Мыло уже куча. Теперь у меня ещё будет вся квартира в чернике. Ну ничего, переживём. Кира пришла домой от чего-то. Снег, иди, иди проконтролируй. Иди. Снег контролируют именно так. Кирюша! Чё пришла? Я что, вырасту? И? Я что, в одежде буду купать? А я покупальник только постирала. Не, ну ты, конечно, его можешь взять. Ну чё тебе, он же мне помешает. Ты его сразу хочешь одеть? Да. Да? Купальник, купальник. А он уже почти высох, дочь. Не, ну он ещё мокроватый, конечно. Всё равно, держи. Лови. Это мой купальник, Тер. Не трогай его, не трогай его. Утю, трогай, не трогай. Кирюшка убежала на пляж, а я вот это вот пришла сесть на балкончик, просто посидеть, книжку почитать. И за мной Тера ходит везде. Она просто... Я на кухню, она за мной. Я на диван, она за мной. Я в туалет, она за мной. Просто везде. Что Тера, что снег. Снег, кстати, тоже вот тут сейчас под ногами ходит и носит мне мячик, который я ему не хочу бросать, но он сейчас меня просто заставит конкретно его бросать, потому что я уже вся, например, исцарапана, из-за того, что я ему не захотела вчера бросать мячик, он решил мне мстить. Так вот, посмотрите на эту Теру. В каком положении она сейчас здесь у меня сидит. И это... Ей удобно? Я не знаю, я не думаю, что ей удобно, но ей комфортно рядом со мной. Вот всё. И она вот здесь вот будет сидеть, пока я не встану и не пойду куда-то в другое место, где ей будет намного комфортнее. Но я же не могу постоянно вот чем-то одним заниматься. Мне надо то туда, то сюда, то сюда. И я же говорю, я вот просто присела книжку подсчитать. Угу. Подсчитала. Она мне даже её взять не дала. А теперь как её разбудить? Ты, Руська? Ты, Руська? Ты, Руська? Ты будешь вставать? Не будет. У нас уже, ребята, вечер, и я сейчас иду за снегом, потому что я его выпустила погулять, а он где-то пропал, короче, и не собираются идти вообще никак. Домой. И также где-то встречу по дороге к Кирюшку. Поэтому идёмте, заберём ещё снега сначала. Так, снег. А ты снега нашла, Кир? Снег. А вот и Кирюшка. О, Кира несёт снега. А он не выходил, да, на улицу? За год и нет. Я вышла. Пошли домой, давай. Как себя ведёшь некрасиво. Давай бегом домой. Топай. Ещё одна гуляка. Мы на самом деле с Кирой сегодня вдвоём гуляли. Знаете как? Она мне ставила колонку, а сама пошла гулять. А я сидела на лавочке, слушала музыку. Вот так вот я сегодня погуляла. Сама с собой. Да, Дати? Нормально, всё хорошо? Да. Всё отлично. Да, ребят, мы очень сильно устали. Сегодня у нас был такой тяжёлый день. Ну, как тяжёлый. Кира с дороги, на самом деле. Она не спала. Ну, в поезде. Знаете, что с поезда всегда приезжаешь, и всегда уставший. Я тоже сегодня по дому делала кучу дел. Уже ничего не показывала. В общем, кстати, сериальчик почти досмотрела до конца. Это нереально крутой сериал. Просто нереально крутой. Я не показала вам ещё много моментов, которые сегодня произошли, но я обещаю, что в следующий раз мне всё покажу. Ну, потому что, во-первых, Кира была с подружками. Я не знаю, хотят они сниматься, не хотят. Поэтому, знаете, некоторые вещи просто нельзя показать на камеру. Но обещаю, что мы с Кирюшкой справимся, да? В следующий раз вам покажем, в общем, как они сегодня всей компанией, знаете, что делали? Сидели на лавочке, что вы делали? И кушали мивину! У нас тут магазин рядом. Они покупают мивину, им там запаривают, и они вот это сидят, её там и кушают. В общем, ну, отлично всё было. Ладно, мы будем с вами сегодня прощаться. У нас такой маленький-маленький влог, потому что действительно просто день какой-то был такой ни туда, ни сюда, не так, не сяк, и как-то всё по-странному. Поэтому, видите, Кира в моём спортивном костюме, всё-таки она меня лишила моего спортивного костюма. Но всем на сегодня пока-пока. Пока-пока. Ты русского говори пока. Мама, я легла... А уже ногами стала. Ещё на них вентилятор оттуда дует. Это вообще кайф. Круто. Всё. Всем спокойной ночи. Всем пока. Муа.